Продолжим нашу беседу о литургии. Из нашего современного храма перенесемся, други мои, в языческую далекую антиохию первых времен христианства. Воздвигнуто гонение на христиан, их схватывают, заключают страшные тюрьмы, а потом в амфитеатрах отдают на съедение зверям, или, обернув засмоленные пакли, зажигают, так что христиане изображают живой факел. То же и в антиохии происходило, и гонителями был захвачен священник Лукьян со своей паствою. Они уже были приговорены, и паства с грустью сказала Лукьяну, — Отец наш, как же мы причастимся святых тайн? Лукьян неподвижно лежал на помосте, ноги его были скованы, встать он не мог. — А есть ли у вас хлеб и вино? — спросил он. — Добрые люди принесли все это, — ответили ему. — Только как же совершать ты будешь литургию, даже и престола нет у нас? — Принесите хлеб и вино. — Положите их на грудь мою, пусть она будет живым престолом для причистых тайн Господа, — воскликнул заключенный священник. — И принесли хлеб и вино на грудь Лукьяна, и совершена была литургия божественная, во время которой причастился сам Лукьян и все остальные христиане. Так древние христиане совершали литургию. Не было у них установленных молитв и обрядов. Литургию во время гонений они совершали под землей, в катакомбах. С вечера начиналась служба, и с восходом солнца кончалось, но не потому, что уставали верующие молиться, а потому, что было опасно жить христианам. В разных местах языческого мира совершалась литургия, но не везде каждый день. В одних местах — четыре раза в неделю, как говорит о своей пастве Василий Великий. В более раннее время христиане собирались каждый день, но особенно в день воскресный, который они называли днем солнца и днем хлеба в память воскресения Христова, солнца правды, и в память хлеба святого причащения. Служба начиналась с чтения святого Евангелия и посланий апостолов, а потом начиналась молитва. Говорились и читались молитвы не по молитвеннику, а из сердца. Молитва была пламенная, импровизированная. Сердца, возгретые благодатью Духа Святого, издавали дивные гимны и песнопения. Не сохранилось почти ни этих молитвословий, ни поучений. Только в отрывках более поздних времен находим мы указание, что некоторые из наших молитв в литургии повторяют песнопения древних христиан. Так наш возглас «возлюбим друг друга» — сейчас только хладные слова. Тогда же он был полон глубокого смысла. Тогда чувствовали люди, находящиеся в подземной церкви, что они действительно любят друг друга, близки один другому. И в знак своей любви и братства, присутствующие в храме, с произнесением этих слов целовали друг друга. Мужчины целовали мужчин, женщины — женщин. Священнослужители также давали святое лапзание друг другу. И звуки гимнов сменялись в храме другими звуками — лапзанием. От этого обычая остался лишь слабый след. Священнослужители теперь в это время целуют друг друга в плечо, а диакон целует крест на араре. Точно так же, когда у нас теперь возглашается «Горе имеем сердца». Только хор холодно отвечает «Иммы ко Господу». А тогда все от всей души произносили эти слова, потому что первые христиане действительно пребывали душою с Господом, не замечая времени, не чувствуя усталости, и только заря заставляла из осторожности разойтись по домам верующих, которые сошлись на молитву вечером. Так долго молились они. В деяниях святых апостолов об этом говорится. Видна продолжительность их молитвы в том месте, где описывается чудесное спасение от смерти отрока, упавшего во время проповеди апостола Павла из окна. Так пламенно была молитва и вера христиан, что они не замечали времени. После долгой молитвы начиналось причащение всех верующих. Древние христиане причащались каждый день, мужчины и женщины. Позже причащались реже, но не менее одного раза в неделю. Для принятия святых тайн верующие подходили прямо к престолу, так как тогда иконостас не отделял алтаря от храма. Сначала причащались все мужчины, потом женщины. Больным или занятым службой святое причащение диаконы носили на дом. Так чиста была жизнь первых христиан, что они могли каждый день быть готовыми к святому причащению. Вот какова была литургия в древнее время. Если вас теперь спросят, други мои, что такое литургия божественная, отвечайте, что она завещание Спасителя нашего. Он своими словами «Сие творите в Мои воспоминания» оставил нам как бы завещание совершать литургию и вкушать Его животворящее тело и кровь. Скажите, что литургия — это бриллиант, дивный подарок Христа. Литургия — это река, укрепляющая, освежающая, истекшая из ребра распятого Иисуса. Литургия — это мост золотой, по которому только и можно прийти к вечной жизни. Любящие же литургию, этот бриллиант неоценимый, эту реку, несущую нам жизнь, помните это завещание Христа. Идите этим золотым мостом, который спасет вас от пропасти ада. Не слушайте, возлюбленные, тех людей, которые бегут от литургии, бегут от чаши. Это несчастные, заблудшие, жалкие люди. Они не видят блеска бриллианта. Они задыхаются от жажды вдали от реки Христовой. Они падают в пропасть, избегая моста. Вы же зовите всегда. Хвалите имя Господне. Субтитры создавал DimaTorzok